Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех. Давайте вам помойимся. Дорогой Небесный Отец, Аллах, Аллилуйя Тебе за день сегодняшнего кресла, чудесного солнечного. Этот хлеб – это Твое тело, это кровь Твоя. Но у вас завет из-за многих изливаемого оставления грехов сказал, ешьте мою слу, пейте мою кровь и будете иметь жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни, но в нем Божий пребывает на нем. Слава Тебе, Господь, что Ты сказал, ешьте мою плоть и пейте мою кровь. Потому что мы являемся причастниками Божеского Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, за жертву Твою на кресте, что Ты умер за нас, что Ты Бог, так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Примета богослужения от начала до конца. Дух Святой, иди, направляй, учи, наставляй, помогай. Будущее возвещай нам. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Это тело Твое за наслами Магишки. Это кровь Твоя, Иисус, новая завета, замочих, отливаемая. Дети это все в отставлении грехов. Давайте с вами Свою, Господу. Дети это все в отставлении грехов. Свои тренинги. Ибо вам хочу, я всегда ищу лицо твое, лицо твое, ибо нет больше счастья, нет больше чести, чем хранить. Субтитры создавал DimaTorzok Ибо вам хочу, я всегда ищу лицо твое, лицо твое. Ибо нет больше счастья, нет больше чести, чем хранить. Субтитры создавал DimaTorzok Ибо нет больше счастья, нет больше чести, чем хранить. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Аминь. Слава тебе, Иисус. Сегодня продолжим учиться молиться по Слову Божьему. У нас на очереди 1 Тимофея 2 глава, 1-4 стих. Давайте откроем. И сразу переводим этих стихих священных писаний лично на себя, потому что у нас личное отношение с Господом, личное отношение с Богом, с Отцом, Сыном и Святым Духом. Поэтому мы отождествляем Слово Божье лично с Собою. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за Тебя, за Царей и за всех начальствующих, дабы проводить мне жизнь тихо, безмятежно во всяком благочести и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю моему Богу, который хочет, чтобы я спаслась и достигла познания истины. Аминь. Который хочет, чтобы все люди спасли и достигли познания истины. Все люди спасли тоже, в том числе. Аминь. Слава Господу. Кто-то за нас молился, да, и мы были спасены однажды, потому что кто-то проводил время с Богом, кто-то уделял время Господу для молитвы, для того, чтобы ты сегодня был спасен, для того, чтобы ты сегодня мог слушать Слово Божие, для того, чтобы ты сегодня не погиб, но имел жизнь вечно. Для того, чтобы я сегодня не погибла, но имела жизнь вечно, для того, чтобы я была спасена, для того, чтобы я в данный момент служила Господу, кто-то за это молился, да, и мы продолжаем молиться за других людей, за всех человеков, да, за начальствующих, вот, аллилуйя. Это воля Господа, чтобы мы это делали. И Бог говорит, чтобы мы этим занимались прежде всего. Прежде всего, совершали молитвы. Аллилуйя. Слава Господу. Ну, давайте уже начнем размышлять над Словом Божьим. Сегодня у нас на очереди, значит, 2 Тимофея, 1 глава, 10 стих. И давайте откроем. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и не пление через благовестия. Аминь. И 9 стих. Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и не пление через благовестия. Аминь. Слава Иисусу за это Слово Божие. Здесь очень много откровений. Во-первых, Бог нас спас. Во-вторых, Бог нас призвал и назвал святыми. Во-вторых, это было не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он так захотел помиловать нас, потому что любит. Иисус дал нам благодать во Христе Иисусе прежде вековых времен, написано. Потому что Библия говорит о том, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И дальше в 10 стихе написано, что это благодать открылась явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть Иисус Христос явился, родился через Деву Марию, Он пришел в этот мир. Поэтому это уже свершившаяся истина, то есть что Иисус Христос, Он явился. Разрушившего смерть написано, то есть Бог разрушил смерть, Иисус Христос разрушил смерть. Мы должны понять, что смерти нету, потому что она разрушена уже от этой свершившейся истины. Написано, и явившего жизнь, и не тление через благовестие. То, о чем мы говорили на позапрошлом богослужении, и продолжаем над этим размышлять, и на прошлом богослужении продолжаем размышлять. Сегодня здесь конкретно Бог говорит, что явившись жизнь, и не тление через благовестие. То есть в плоти Иисуса Христа не видела тления. И так как мы во Христе Иисусе, то мы можем о себе также сказать, что мы не тлены. И если мы едины с Богом на трех уровнях Духа, Души и Тела, то в том числе и наше тело, оно должно соответствовать тому, что мы один Дух с Господом, и в то же самое время мы плоть от плоти Его, кость от кости Его. То есть наше плоть является тоже Его. Он искупил нас полностью. И Дух, и Душа, и Тело в том числе. И поэтому наше тело, оно также не должно подвергаться тлению. По той причине, потому что Бог принес нам не тление через благовестие. То есть смерть разрушена. Если мы в это будем верить и мыслить так, то смерть не будет иметь над нами власти. То есть все зависит от наших мыслей своих, как мы воспринимаем эту жизнь. Если ты считаешь, что подойдет срок, и ты умрешь, ты умрешь. Но если ты веришь в не тление, то Бог будет действовать в соответствии с твоей верой. И Библия говорит о том, что Иисус Христос явил нам благодать, которая открылась через явление Господа нашего Иисуса Христа, который разрушил смерть и явил в не тление через благовестие. Я вам сейчас благовестию. Это радостная вещь, что ты можешь быть не тленным. Аминь. Что твое тело может быть не тленным. То, что наш дух, это уже все знают, что когда-то мы пойдем на небеса, и мы будем там вечно. Это мы уже слышали. То, что тело наше непленное может быть не тленным. Это я еще не слышала. Ни в одной проповеди еще не слышала. Бог открыл мне это через личное отношение с Богом в тайной комнате, когда я размышляла, сидела и размышляла через молитву, через общение с Господом. Я увидела, что, оказывается, смерть разрушена. И наконец-то до меня дошло, что смерть разрушена. И что я могу пользоваться этим благословением в своей жизни. И что не тлене принадлежит мне во Христе Иисусе. Аминь. Слава Господу. Бог так захотел. Он захотел назвать меня святой, и Он это сделал. Он меня спас, Он меня призвал. Не по делам моим. Потому что Он захотел по своему изволению и благодать. Благодать – это любовь Божия, милая Тима. Благодать – это Его присутствие, наслаждение от Его присутствия. Аминь. То есть Бог даровал нам это благословение, да, созерцать Его красоту, наслаждаться им. Аминь. Слава Иисусу. Так, давайте продолжим размышлять. Над Словом Божиим откроем Римлянам 3.21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Аминь. Закон что говорит? Закон говорит, что возьми здесь за греха со смертью, да? Вот. Но в 3 главе Римлянам, 20-я, 21-я глава написано «Независимо от закона, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия». Явилась правда Божия. Правда Божия – это Иисус Христос, который разрушил смерть и явил нам не тление через благовестие. Это правда Божия. О которой свидетельствуют закон и пророки написано. Аллилуйя. Слава Господу. Мы знаем, что закон, да, и пришел через Моисея. Вот. И все пророки Ветхого Завета, которые были, вот, они пророчествовали о пришествии Иисуса Христа, что и явится Мессия, который спасет всех. Вот. Наконец-то Иисус Христос, Он явился. Он пришел в этот мир, разрушил смерть, своей смертью разрушил смерть. Вот. И явил нам благодать и не тление. Потому что мы во Христе. Раз Иисусова плотнее видела тление, да, пусть его похоронили в гробу, но он не был подвержен тлению. Его тело, оно не превратилось в прав, как это, как тела. Тело, тела других, да, человеков. Потому что Иисус, Он такой же сто процентов человек. Вот. Так же, как и сто процентов Бог. Аминь. И так как мы с вами являемся детьми Божьими, то мы сто процентов человеки, сто процентов Боги. Аминь. Потому что от Бога рождаются Боги. Аминь. Аминь. Давайте так мысль. Тит 2.11. Давайте отколнем. Тит 2.11. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Аминь. Слава Господу. Благодать – это сам Иисус. Аллилуйя. Потому что Он явился, да? Явился для того, чтобы спасти всех. Аминь. И тит 3.4. Когда же явилась благодать человеколюбия, спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, баню возрождения, обновления святого, святым духом, который излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Здесь говорится о том, да, что Бог спас всех людей. Спас всех. Но здесь написано, кто является наследником вечной жизни. Те, кто уповает на Господа, те и являются наследником вечной жизни. То, чем мы с вами занимаемся, когда мы пришли к Господу, да, когда мы отдали свою жизнь Ему, когда мы встретились с Ним в своей жизни, да, однажды, теперь мы уповаем и надеемся на Него. Потому что написано, мы по упованию соделались наследником вечной жизни. Теперь мы уповаем и надеемся на Господа. Вот. И по этой причине мы наследуем вечную жизнь. То есть нам, мы этим наследством вечной жизни пользуемся уже сейчас. Потому что мы уповаем на Него. Бог спас всех, да, Он спас всех. Но те, кто об этом не знает, да, кто не уповает на Господа, тот не пользуется вечной жизнью, наследием вечной жизни. Поэтому мы и говорим всем, пользуйтесь, да, будьте наследниками вечной жизни. Начните уповать на Господа. Вот. И Бог даровал нам Святого Духа, да, даровал нам милость. Вот, когда мы Его познали, да, когда мы с Ним познакомились, с Иисусом лично. Вот. Бог дал нам по Своей милостью, да, окунул нас. Вот. Мы родились свыше, мы обновились Святым Духом. Вот. Бог на нас излил и обижна через Иисуса Христа, Спасителя нашего Святого Духа. И благодаря тому, что Святой Дух с нами, теперь мы уповаем на Господа. Аминь. Слава Иисусу. Ну, давайте с вами споем. Да и не явился Спаситель мой, Разрушившись смерть и явившись Жизнь и Несление. Через благовестие Окрашается Благодать, Данная мне По Христе, По воле Иисуса Бога Среди вековых времен Ныне явился Спаситель мой, Разрушившись смерть и явившись Жизнь и Несление. Через благовестие Окрашается Благодать, Данная мне По Христе, По воле Иисуса Бога Эти вековых времен Окрашается Благодать, Данная мне Окрашается Благодать, По воле Иисуса Бога Благодать, Веки вековых времен Аминь, Слава Иисусу! Давайте дальше продолжим размышлять Итак, Откроем, значит, Первого Коринфина 15 глава 43 стих Сеется в уничижении, Восстает в славе, Сеется в немощи, Восстает в силе, Аллилуйя, Слава Господу! Здесь говорится О том, что О том, что Есть семя, да, Семя, Бог сотворил семя По роду своему, да, И мы тоже когда-то были семенем, То есть мы были семенем И через это семя Мы потом родились, да, Вот, и у каждого тела Есть свое семя И вот здесь вот мы можем Здесь вот написано 35 стиха Но скажет кто-нибудь Как воскреснут мертвые, В каком теле придут, Безрассудные, То, что ты сеешь, Не оживет, Если не умрешь, И когда ты сеешь, Ты сеешь не тело будущее, А голое зерно, Какое случится, Пшеничное или другое, Какое, Но Бог дает ему тело, Как хочет, И каждому семье Своё тело, Не всякая плоть Такая же плоть, Но иная плоть у человеков, Иная плоть у скотов, Иная у рыб, Иная у птиц, Есть тела небесные И тела земные, Но иная слава небесных, Иная земных, Иная слава солнца, Иная слава луны, Иная звезд, И звезда звезды Разнится в славе, Так и при воскресении мертвых, Сеется в тлении, Восстает в неплении, Сеется в уничижении, Восстает в славе, Сеется в немощи, Восстает в телю, Сеется тело душевное, Восстает тело духовное, Есть тело душевное, Есть тело и духовное, Так и написано, Первый человек, Адам стал душою живущую, И последний Адам, Еду животворящий, Но не духовное прежде, А душевное, Потом духовное, Первый человек, Из земли перстный, Второй человек, Господь неба, Каков перстный, Таковы и перстные, Каков небесный, Таковы и небесные, Как мы носили образ перстного, Будем носить образ небесного, Аминь, Слава Господу, А, еще давайте 50 стих, Но то скажу вам, братья, Что плод и кровь Не могут наследовать Царствие Божие, И тление не наследует Не тление, Говорю вам тайну, Не все мы умрем, Но все изменимся, Вдруг во мгновение ока При последней трубе, Ибо вострубит, И мертвый воскресен Не тленный день, А мы изменимся, Ибо тленному сему Надлежит облечься В не тление, И смертному сему Облечься бессмертие, Бессмертие, Когда же тленное сие Облечется в не тление, И смертное сие Облечется в бессмертие, Тогда сбудется слово Написанное Поглощена смерть победою, Смерть, Кадетство и жало, Ад, Светлая победа, Жало же смерти грех, А сила греха закон, Благодарим и Богу, Даровавшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. Итак, Братья мои возлюблены, Будьте тверды, Непоколебимы, Всегда преуспевайте В деле Господнем, Зная, Что труд ваш не тщетен Пред Господом. Аминь. Слава Иисусу. Будьте тверды, Верь. Аллилуйя. То есть, Мы с вами, Как и говорили, Что мы верим в не тление. Я верю в не тление. И воскресение, Да, Уже произошло, Потому что написано, Что во Христе Бог воскресил уже нас И посадил на небесах Во Христе Иисусе. На прошлом благослужении Мы размышляли о том, Да, Что мы уже умерли во Христе. И, То есть, Наше тело, Вот это вот, Наша плоть, Она уже была похоронена, То есть, Мы должны верить В ту истину, Что мы уже умерли Со Христом, Да, И, Вот это наше, То, Что мы умерли, Да, И то, Что мы были похоронены Вместе с Ним, Да, В том же самом гробу, В котором Он был похоронен, Потому что мы во Христе. Аллилуйя. И мы воскресли Вместе с Ним уже, Вот. И поглощена смерть победой. Написано, Что Он уже разрушил смерть. Мы до этого уже размышляли, Да, Вначале размышляли, Что Бог явился И разрушил смерть. В этом мы верим. Аллилуйя. Поэтому наше тело было посеяно. Аллилуйя. Посеяно, И мы уже восстали. Вот. Мы уже восстали с вами. Вот. И Бог сделал нас Новыми творениями. Аллилуйя. Во Христе Иисусе. Для Бога не существует времени, Да, По той причине, Потому что мы уже вошли В свою вечную жизнь. Мы ее уже имеем сейчас. И там нет времени. Поэтому, Когда вас трубит труба, Это время. Это промежутки времени. Вот. А в вечности труба уже, Труба уже протрубила. Поэтому, Потому что в вечности нет времени. Понимаете? Вот. Поэтому труба уже протрубила. И мы восстали уже. Бог уже видит все, Что это уже есть сейчас. Он, Вечность, Это как одна точка. Вечность, Это как одна точка. И все события В этой одной точке Уже есть. И поэтому и написано, Что явилась благодать Божия Прежде вековых времен. Да, Прежде вековых времен. То есть, Еще когда не было времени. Еще когда Бог не сказал, Да, Когда Бог еще не сказал, Вот теперь Будет сейние жатва, Сейние жатва. Еще когда этого не сказал, Уже явилась благодать Божия. Поэтому Бог уже это сейчас видит. И что Агнис был замкан Еще от создания мира. Поэтому Бог сейчас уже видит. И Он сейчас уже видит. Прямо сейчас, В эту секунду, Как только ты поверил, Все ты уже взял. Ты уже это имеешь. Ты уже имеешь это уничтение. Ты уже имеешь вечную жизнь. Аллилуйя. Твое тело уже было посеяно В уничижении. В уничижении. Потому что Иисус был уничижен. И мы с Ним тоже уничижены. Мы в Нем умерли. И мы с Ним воскресли. Аллилуйя. Слава Господу. Так, Даниила 12.2. Давайте откроем Даниила 12.2. Многие спящие в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечные, Другие на вечное поругание и постромление. Давайте еще третий стих. И разумные будут сиять, Как светило на тверде, И обратившие многих к правде, Как звезды во веки навсегда. Аминь. Слава Иисусу. Ну, кто такие спящие в прахе? Те, которых уже похоронили, да, вот, как всех обычных людей хоронят, вот, как всех человеков хоронят, да, сейчас в прахе. Вот. Закапывают в землю, в могилу. Вот. И здесь написано, что многие спящие в прахе земли пробудятся. То есть, Бог, он считает их в прахе, спящими, спящими, вот. И написано, одни для жизни вечных, Другие на вечное поругание и постромление. То есть, есть две категории людей, да, Которые пробудятся для жизни вечной, То есть, это есть воскресение из мертвых, да, Там написано, мертвые прежде воскресных, Когда труба протрубится, прежде воскресных мертвых, Те, которые в земле лежат. Вот. А мы, оставшиеся из живых, изменимся. И одни, вот, которые похоронены в земле, Они пробудятся для жизни вечной, Другие на вечное поругание и постромление. Вечное поругание и постромление. То есть, это то место, где Иисус сказал, да, Он говорил про это место, Где есть плачь и скрежет зубов, да, Где червь не умирает, огонь не угостает. И он говорил, лучше себе с одной рукой, С одной ногой, с одним глазом Войти в жизнь вечную, да, Чем двумя руками, двумя ногами, Двумя глазами попасть в ад, да, В это место мучения, где огонь не угостает. Вот. Червь не умирает. И будут мучиться во веки веков. Поэтому нужно поверить, да, В эту спасительную благодать Иисуса Христа. То есть, нужно поверить в то, Что Иисус Спаситель, и принять Его, Принять это спасение в своей жизни. Аминь. Иисайя 49.23 И будут цари питателями твоими, И царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе И лизать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, Что надеющиеся на меня не постыдятся. Аминь. Это говорит Господь о церкви. О церкви. Он говорит, что у нас есть враги, да, У церкви есть враги. Вот, и, и, если Бог за нас, То кто против нас? Аллилуйя. И Бог говорит, Вот будут вооружаться против тебя, Но не от меня. Всякий, кто будет вооружаться против тебя, да, Он будет истреблен, написано. Аллилуйя. И поэтому глупо, да, Идти против, Мрожно против самого Бога. Против церкви. И кто будет питать тебя, Написано. Будут цари питателями твоими, И царицей с кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе И лизать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, Что надеющиеся на меня не постыдятся. Мы говорили, да, Каким образом мы наследуем вечную жизнь? Упованием на Господа. И здесь говорится, Что надеющиеся на меня не постыдятся. То есть мы надеемся, Мы уповаем на Господа. И мы надеемся, Уповаем на Него. И написано, что мы не постыдимся. В Библии говорит, что Иисус, да, Это краеугольный камень, Который отвергли строители. Вот. Брагоценные, испытанные. Но верующие в Него не постыдятся. Но строители, это Те, которые его распяли, да, Вот. Которые не поверили, что он, Мессия, и распяли его на кресте. В то время, когда он жил В истории человечества Пришел во плоти. И Бог, он Говорит, что Верующий в этот камень, да, Он не постыдится. Вот. И мы не постыдимся, Потому что все надеющиеся на Господа, Они не постыдятся. Поэтому надейтесь на Господа. И Тут такие целицы, целицы. Наш Господь, Он Царь Царей, да, Бог Богов. И Понимаем, да, что Цари, они Это Имеют власть. То есть те, которые Имеют власть, они Будут своими питателями, Будут своими кормильцами. Вот. Церковь, она Не останется без Попечения. Бывает то, что Бог Делает так, да. И Библия говорит о том, что Богатством и Читилов будет Пользоваться праведник. Аллилуйя. Так. Дальше идем. 52-2. Исаа 52-2. Отряси себя прав, Стань пленный Иерусалим, Сними Сепис Шеетры, пленная Дочь Сиона. Аллилуйя. Здесь написано, что Эти цари и царицы, которые Будут твоими кормилиться, Они будут кланяться тебе, да, И Влезать прах ног твоих. Ну, написано, что Отряси себя прахом. Помните, Иисус, Он Оно многие ученикам Сказал бы Все чувства, да, Вот. Но так как вы ходите По земле, по этой, да, И поэтому А мы тому Нужно только Ноги помыть, короче, Потому что Мы ходим По этому праху Земли. Вот. И поэтому Потому что Во Христе, да, Так как ты во Христе уже, Так как ты уже Со Христом И являешься Частью самого Бога. Вот. А Иисус, Он Ничем Нечистым. То есть Дьявол под Его ногами. И если Дьявол под ногами Христа, То Он под Дьявол и под нашими ногами. И поэтому Нужно отрести Этот прах Со своих ног. Потому что Мы во Христе. Потому что Мы с вами Получили благодать И милость от Господа. И поэтому Нам Не нужно Связываться С тем Прошлым, что Было, да, С этим Ветхим Человеком. Аллилуйя. Для того, чтобы Быть достойными Того звания, Которое Которое мы Называемся. То, что Бог призвал нас И Назвал Святым. Аминь. Аллилуйя. И В Ветхом Завете Священникам Запрещалось Прикасаться К мертвому телу И так далее. И тому подобное. Вот. И поэтому Бог говорит, что Не нужно Связываться С этим С мертвым миром. Потому что Мертвецы Те, кто Не Не знают Иисуса, Они все Мертвы. Вот. Мертвы. Поэтому Говорит о том Стань Спящей, Воскресней Мертвы. Аминь. Аминь. То есть мы Когда-то Спали Да, с вами Мы были Мертвецы Из Иисуса. Потом Мы Встретились Иисусом И Бог Даровал нам Жизнь Вечную. Аллилуйя. И теперь Мы с вами Живые Живые Камни. Аллилуйя. Матфея 10.14 Давайте Матфея 10.14 Бог говорит, Придоставь Мертвым Погребать Мертвецов А ты Иди Прополез Царств Божий То, Чем Мы Сами Занимаемся Им Кто Такие Мертвые? Не те, Которые Не знают Иисуса Те, Которые Не верят Иисусу Но Он Называет Их Мертвецами Так Матфея 10.14 А Если Кто Не Примет Вас И Не Послушает Слов Слов Ваш То Вы Выходя Из Дома Или Горд От Того Отрясите Прах От Ног Ваш Аминь То есть Бог Послал Учеников Своих Иисус Послал Учеников Проповед Царства Божия Чтобы Они Покаялись И В общем Ученики Ходили И Творили Чудеса И Говорили Что Вот Вам Пришел Мессия Вам Нужно Покаяться То Что Президел Царство Божие Успокойтесь Веруйте В Евангелие Успокойтесь Веруйте В Евангелие И Те люди Которые Обникали Не Принимали Вот Иисус Говорю Отрясите Прав С ног Ваших И Что Будет С этим Городом Который Вас Не Принял Не Послушал Слов Ваших Написано Истинно Говорю Вам Отраднее Будет Земле Содомской Гоморской День Суда Нежели Городу Тому Аминь То есть Бог Истребил Содом Гомор Огнем Серна С неба Вот Истребил Истребил Содом Гомор Но Здесь Говорится О том Что В день Суда Этим Городам Будет Отраднее То есть Они будут Радоваться Больше Чем Те Люди Которые Отвергли Господа То есть Бог Послал Да Ну Проповедников Он посылал Туда Содом Гомор Вот Но Там Не нашлось Ни одного Праведника Авраам Он Молился Господу Чтобы Бог Не Истреблял Эти Города Однако Там Не было Ни одного Праведника Оказывается Ну Десяти Праведников Не Нашлось Потому Что Если бы Там Было Десять Праведников То Господь Может быть И сохранил Эти Города Но Там Не Оказалось Столько Ну Вот Поэтому Чем Больше Церквей В своем Городе Тем Лучше Алевое Так Первое Каринфино Так Исайя 26 19 Давайте Открым Исайя 26 19 Живут Мертвецы Твои Восстанут Мертвые Тела Воспряните И торжествуйте Подержанные В прахи Ибо Роса Твоя Роса Растени И земля Из верхних Мертвецов Аминь Аминь То есть Есть Мертвецы Которые Да Которые В прахе Которые Хоронили Это Бог Называет Мертвецами А Живут Мертвецы Твои Мертвецы Твои Большой Бух То есть Мертвецы Божьи Восстанут Мертвые Тела Воспряните И торжествуйте Подержанные В прахе То есть Это Те Которые Предоставлены К вечной Жизни Потому что Мы знаем Что Есть Две Категории Мертвецов Которые Похоронены В прахе Те Которые Воскреснут Для Жизни Вечной И те Которые Воскреснут На вечное Поругание Пострамление Но Так как Здесь Написано Что Мертвецы Твои То есть Божьи И Восстанут Мертвые Тела Воспрянете И торжествуйте Поверженные В прахе Написано То есть Наступило Время Да И Воскресенье Воскресенье Наконец-то Вы Живете Вот Воскресенье Из мертвых Для Вечной Жизни Для Вечной Жизни Не для Поругания Не для Вечного Поругания И Пострамления А именно Для Вечной Жизни Это Те Умершие Да Во Христе Которые Воскреснут Прежде Аминь Так Дальше Бытие 3.19 Давайте Огонь Бытие 3.19 Господь Бог Образовал Из земли Всех Животных Полевых И всех Птиц Небесных И Привел Их Человеку Чтобы Видеть Как Он Назовет И Чтобы Как Наречет Человек Ся По Душе Живой Так И Было Имя Ей Так Ой Извиняюсь 3.19 В поте Лица Твою Будешь Еть Хлеб Доколе Не Возвратишься В землю Из которой Ты взят Его Прав Ты В прах Возвратишься Аминь Но Это Говорится О том Что После Того Как Адам Филы Согрешили То Бог Проклял Проклял Адама Вот Для них Действует Пословица Кто не Работает Труд Не Ест Аминь Поэтому Нужно Ходить На Работу Нужно Зарабатывать Чтобы Не Умелить Сгоду Нужно Ходить На Работу Короче Ходить Работать И В поте Лица Зарабатывать Себе На Жизнь И Слава Господу Даже За то Что Бог Позвался У Сырь Иисуса Христа И Библия И Даровал Нам Обетование Божье Что Теперь Ты В поте Лица Божьи Не Божьи И Теперь Ты Не Прах Потому Что Ты Библия Говорит Отряси Прах Себя Что Мы Новое Творение Во Христе Иисусе Созданное По Образу Создавшего Его Что Плоть Иисуса Христа Не Видела Тление И Мы С Вами Не Будем Подвержены Тлению Если Мы Будем В это Верить Аллилуйя И Библия Говорит О том Что Богатством Нечестивым Будет Пользоваться Праведник Очень Много Обетований Таких Божьих Что Богатому Бог Дает В общем Нечестивому Дает Заботу Копить После Этого Отдает Доброму Предлицом Божьим А мы С вами Добрый Предлицом Божьим По той Причине Потому Что Бог Так Назвал Назвал Святыми Аминь И Мы Надеемся Уповаем На Господа И Бог Заботится Нас Он Любит Нас Потому Что Наш Небесный Отец И Он Сказал Адам За душу Твою Многие Народы Аминь Так Эботио 2.7 И Создал Господь Бог Человека Из Праха Земного И Вдунул В лицо Его Дыхание Жизни И Стал Человек Душу И Живую Аминь Видим Что В лицо Вдунул В лицо Им Дыхание Жизни И Вот Это Вот Наше Лицо Показывает Нашу Душу Вот Какова Наша Каково Состояние Нашей Души Малевое Слава Господу Давайте Сами Споем Так Ну-ка Давайте Прочитаем Первокаринфеном 1544 Что тут Написано Сначала Первокаринфеном Спеется Тело Душевное Восстает Тело Духовное Есть Тело Душевное Есть Тело Духовное Аллилуй Вот Это Тело Душевное Да У Адама Который Был Создан Из Справа Земного Было Тело Душевное Душевное Потому Что Там Не Был Духов Вот Восстает Написано Тело Духовное Духовное Есть Тело Душевное Есть Тело И Духовное Аминь Вот То Тело Которое Мы Видим В Зеркале Это Тело Душевное А Есть Еще Тело Духовное И Вот Наш Дух Да Это Настоящее Я Вот Он Выглядит Так же Как Твое Как Мы Имеем Образ Перстного То есть Перстное Это Созданное Да Созданное Созданное Душевное Тело Вот Так же Мы Будем Иметь И Тело Духовное Таковые Перстные И Небесные Вот Это Духовное Это Небесное Тело И Вот Так же Мы Будем Такое же И, может быть, выглядеть мы будем по-другому. Кстати, мне недавно сон приснился, и мне приснилось, что меня, значит, спрашивают, а правда что-то Святой Дух? И я выглядела там по-другому. Я вот на себя смотрю в зеркало, ну, вижу там симпатичное, может быть, и даже красивое иногда. Вот, но когда я увидела себя во сне, там была вообще там такая красивая девушка, стройная, такие глаза большие. И, в общем, и во сне это была я. Вот, и, в общем, я когда и во сне, Бог показал, что меня называли Святым Духом. Святым Духом. То есть я выглядела как человек, вот, прекрасная девушка. Вот, и, может быть, это было тело, тело небесное. Но оно ходило по земле, вот, на обычной земле. Вот, я увидела себя в другом образе. Аллилуйя. И мы видим в Откровении Иоанна Богослова, да, в каким он видел Иоанн Иисуса. Там написано, что глаза его, как пламени огненные, да, ноги, как его, как халкаливан раскаленные в печи. То есть он увидел подобного Сыну Человеческому, да, волосы его белы, как снег, как белая волна. То есть это была слава уже другая, слава иная. Потому что есть слава земное тело, а есть слава небесное тело. Вот, поэтому Иисусу может в разном образе быть, да, аминь. Аллилуйя. Поэтому, когда мы с вами увидим себя, да, как мы будем подобны Богу, вот, увидим Его, как Он есть, и тогда, тогда мы будем подобны Ему, написано. Мы уже сейчас тому подобны, но мы увидим это. Потому что Бог сейчас не видим для наших физических глаз, да, но однажды мы увидим. Давайте с вами споем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok О-А, Дух Святой, Господи мой брат О-А, О-А, восстань силик своей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Небесный Отец, прими, пожалуйста, все мое – это Твое, а все Твое – это мое. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, что Ты заботишься о Церкви, что мы богаты на всякое доброе дело, имея всякое удовольствие. Благодарю Тебя, что наша Церковь, она способна накормить всю Вселенную, не только духовной пищей, но и физической во имя Иисуса Христа. Потому что Ты, чудесный Господь, живешь во мне, живешь в нашей Церкви. Аллилуйя! Слава Господу! И Ты сказал, что Ты даешь нам все обильно для наслаждения. Аллилуйя! Потому что мы уповаем не на наши материальные сокровища, но на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. И даже если мы ничего не имеем, мы всем обладаем. И даже если мы нищие, то мы многих обогащаем. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, что мы богаты во Христе Иисусе. Мы имеем неиследимое богатство. Аллилуйя! Слава Господу! Потому что богатство – это не от слова Бога. Что богатство – это от слова Бога. И мы имеем Тебя, Господь. Потому что если мы имеем Тебя, Иисус, то мы имеем все. Аллилуйя! Слава Иисусу! Благодарим Тебя за тот город золотой, в котором мы живем. Благодарим Тебя, что мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что мы живем в этом городе и драгоценных камней. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Что мы можем пользоваться всеми ресурсами вечной жизни. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Что Ты восполняешь все наши нужды за Своему богатству. Аллилуйя! А Ты, Бог, богатый. Все серебро и все золото и тысячи котов на горах. Они все принадлежат Тебе, Господь. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Аллилуйя! Все мое – это Твое. Все Твое – это мое. Все Твое – это наше. Все наше – это Твое, Господь. Вся наша жизнь. Аллилуйя! И Дух, и Душа, и Тело. Все принадлежат Тебе. Аллилуйя! Ты распоряжайся, Ты пользуйся. Время Иисуса Ты используйся. Доброго Павла, Тебе, Святое Имя. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хвала даёт всех благ Своем и Отче нашим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»